Друзья, всем привет! С вами Зожник Алексей Шредер. Сегодня я опять в клубе Мастерс. 10 марта до 31. Осталось три недели. Напомню, там на мою днюху 40-летие будет два вида подтягиваний, два вида работы с гирями. Значит, со мной будут некоторые крутые воркаут-атлеты. Это Григорий Скурихин, Егор Солотынский, Федор Милюкин, Денис Саратов и Арон Веробян. Помимо этих крутых воркаут-атлетов будут и другие ответы не из воркаута, но об этом позже. А кто еще из воркаута, из крутых топовых ребят будет в этом всем участвовать через видосики. Я попросил у ребят, и они видосики пришлют. О ком речь, друзья? Во-первых, Андрей Смаев. К сожалению, Андрей Смаев не сможет присутствовать. Все-таки 31 марта, это среда, это будний день. А Андрюха работает, и тем более он не из Москвы, он не может быть. Но он сказал, что он ответит на мой вызов. И поэтому сегодня я как раз брошу вызов подтягивания с весом 81 килограмм. Нет, я не буду 81 сегодня подтягивать. Я просто покажу технику золотого стандарта внутренним хватом. 76 пока у меня по плану, это максимум, на три раза. А там уже 31 числа будем подтягиваться с гирей 81. Но может Андрей ответит заранее, пришлет видео. Сколько он потянется вот в такую амплитуду, в таком качестве, как я покажу. Я думаю, Андрюха всех сделает, но тем интереснее всем нам. Кто еще ответит, будет также другое подтягивание. По золотому стандарту, хватом сверху, с весом 40 килограмм в честь 40-летия. А 81 это в честь года рождения, 81, да? Значит, с весом 40 килограмм, кто должен прислать видосики? Максим Трухановец, Евгений Лось. Также я написал Виталию Фищуку, который вроде как не сильно любит золотой стандарт. Но Виталик сказал, ответит. Я не знаю, правда, на какой вызов. С весом 81 внутренним хватом по золотому стандарту, либо сверху хватом с весом 40 по золотому. Я не знаю. Как Виталий ответит, так и будет отлично. И спасибо ему. Если будет два ответа, я вмонтирую тогда две попытки Виталика. Кто еще? Андрей Александров, парень молодой, который приходил сюда, мощный воркаутер, тоже сделает. Я предлагал Дмитрию Доценко, но он не захотел работать в отказ. Но я сказал, Дмитрий, мне в отказ не нужно. У нас только в отказ. И еще вот меня поразил Матвей Златоверховников. Очень сильный воркаутер. Он даже, наверное, приедет и будет здесь в Москве. Но он не хочет участвовать. Он фанат своего плана тренировочного. Я его уговаривал, говорю, ну давай, Матвей, ну это как соревнование. А тут будут крутые атлеты. Он, нет, план, план, уперся в план. Но я не могу человека заставлять. Приедет и хорошо. А вы можете Матвею Златоверховнику покапать пока на мозги до 31 числа, чтобы он все-таки участвовал в этот день в соревнованиях. Хотя бы в одних из внутренним хватом 81 или верхним хватом с весом 40. Надеюсь, он будет участвовать, а не просто присутствовать. Но как будет, так будет. Ладно. Вот такие, друзья, атлеты. Все топы будут. Я очень рад этому. Я рад, что запустил эту движуху на свое 40-летие. Значит, первое движение вот с весом 81. Будут ребята такие, как Александр Мясник, Александр Грунев, Рома Малыш. Они не смогут потянуться с весом 81. Ну, для них проходной балл будет потянуться с весом 40. А далее, если захотят, просто показать свой максимум на один повтор в этом движении. Но 40 это будет обязательно. Вот. Все. Итак, 76 на три раза. Показываю технику. Все просто. Нужно провиснуть, вытянуться полностью. Ноги прямые. Подтянуться, задвинуться до горла вот так. Чуть-чуть можно смотреть вверх. Немножко. Но почти вперед. И задвинуться до горла. Податра. Фиксации вверху не нужно. Но внизу вытянуться. После каждого повтора нужна фиксация. Именно внизу. Вот такая техника. Золотого стандарта. И я как бы сброшу это видео Андрею Смаеву. Он посмотрит технику. Обязательно ответит. И когда надо, я смонтирую. Покажу вам, сколько Андрей Смаев потянется в такой технике. Хайпанем немножечко. 76. Надо бы на три разочках. Ну такое. Два точно было, а третий не было. Что-то сегодня тяжело, но еще не время. Потому что когда я буду выступать, я буду целую неделю отдыхать перед зарубой. Притягиваемся. Вот так нельзя. Все, вот так как четвертый я сделал, так нельзя. А вот так как три, самое оно. Вот. И моя задача лично сделать к дню рождения 81 на 3 четких. С паузой внизу. Еще время есть. Перед зарубой отдохну. Андрюха, давай отвечай. До 2 апреля в любое время. Присылай видосик. Вот. А сейчас еще скоро буду делать 40 по золотому. И там я уже жду ответа до 2 апреля от Евгения Лося. От Макса Трухановца. От Виталия Фишука. И от остальных. Подтягивания подтягиваниями. Но присед тоже по расписанию. Поддерживаем присед. Хотя как бы и не нужно, наверное. Максимум 150, наверное, нужно приседать. Готовясь к чему-то, нужно специализироваться. Но я все-таки немножко тяну и присед. Прошлый раз было 200 на 3. Сегодня 205 на 3. И хватит. И, кстати, я понял, почему меня немножко расстроилась тренировочная колея. На прошлой тренировке я ввел отжимания на брусьях. Вы знаете, из-за травмы запястья 2 месяца я не отжимался. И поджимался там буквально 2 подхода с весом 50 по 6 повторений. Ну, совершенно не в отказ, далеко нет. Ну, просто начал это упражнение. И, понимаете, насколько непривычно, когда упражнение вводишь. Я об этом рассказывал. Шокирование мышц. Что вроде и не тяжело сделал. А сразу как бы мышцы заболели. И четвертый день, ну, как бы не прошли. Вот что значит вводить новое упражнение. Ну, ладно, висит пет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально. И еще попрыгаем сегодня на ноги немного. О, сейчас пойдем делать золотой стандарт с весом 40. Вот. Сколько там. В прошлый раз было 10 раз. Ну, допустим, в этот раз. Пусть будет 11. Логично. Не правда ли? Нет. Так, здесь 32,8, 40. Так. Золотой стандарт. Ну, в прошлый раз я сделал 10. Ну, сейчас я буду рад, если будет 11. Даже несмотря на вот ситуацию. 11 и будет хорошо. На сегодня, на 10 марта. Показываю технику ребятам, которые будут ролики присылать. Хотя они уже, может, узнают, как. Евгений Лось, Максим Трухановец, Александр... Ой, Андрей Александров. Виталий Фищук. В общем, внизу пауза, вытягиваемся, ноги прямые. Вверху заводимся до горла. Почти смотрим вперед. Ну, слегка разрешается смотреть вверх. Фиксации вверху не нужно. А вот внизу фиксация нужна на вытянутых руках. И нельзя делать вот так. Со старта рвать нельзя. Вот так. Ну, то есть, почти вертикально. Ну, слегка, конечно, есть наклон назад. Ну, такой плавный. Ну, так чисто, красиво все должно быть. Сколько вы там сделаете повторов, мы засчитаем все. Я не буду резать повторы. Вот. Я благодарен всем, кто отвечает. В любом случае, а там уже подписчики плюсами рассудят, кому сколько. Как бы мне все равно. Главное, чтобы ребята приняли участие. Так что жду, мужики. А, еще забыл. Димон Головинский. Что нахуй? Головинский тоже участвует в этой движухе. Он даже, наверное, на своем канале видос выпустит. Так что, Димончик, жду. Твоего ответа тоже. До 2 апреля присылай видосик. То есть, и у себя. Если ты там собрался выпускать, выпускай. Будем ждать. Димона. Тебя – чуть ли не нахуй. Да. Майк. couple. Димона. С столетами. так ну вот 11 а нужно 31 марта но я не знаю по золотому 40 не подтягивался я думаю что раз 15 48 было 15 до горла но это было все таки без пауз внизу не по золотому посмотрим то сколько ребят из ребят сделать и сколько сделаю я очень 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 интересно уже неплохо впервые в жизни две тридцать двушки одна на одной раньше я такое близко не мог сделать вот сейчас попробую раз уже сделал это гораздо тяжелее чем одна гиря 64 потому что рука держит вот так зафиксировать ладонь ты не можешь и ну это принципе хорошо даже вот такой трюк я обязательно натренирую чтобы выполнять повторение так 8 и тогда я думаю уже можно будет гирю одной рукой толкать в районе 85 килограмм работа всем пока Субтитры подогнал «Симон»